Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила уложить волосы феном. Ну, вы как видите, я голову помыла, она у меня еще пока мокрая. Что я хочу? Не феном, а фен-щеткой. Фен-щеткой я давно уже не пользовалась. Она у меня лежит, и у меня еще волосы, когда были немножко как-то подлиннее, другая была стрижка, и я тогда фен-щеткой укладывалась. Потом, когда подстригла, уже сделала короткие волосы, я стала просто феном и круглой расческой укладываться. Но сейчас, в последнее время, мне уже что-то перестало нравиться моя укладка, и я уже думаю, что-то надо придумать новенькое. Я вспомнила про свою фен-щетку. Вот она моя фен-щетка. Ну, это фирма Babyliss. В принципе, фен-щетки бывают разных брендов. Не обязательно брать именно эту. Но хочу вам сказать, почему я выбрала именно эту, именно такую фен-щетку. Я вам сейчас ее покажу. Ну, во-первых, чем я руководствовалась при выборе фен-щетки? Ну, во-первых, здесь две насадки. Они одна шире диаметром, другая уже. Но мне сейчас для коротких волос, я думаю, понадобится уже. Я не хотела брать металлические или пластмассовые зубчики. Потому что, ну, мне как показалось, они будут, может быть, как-то рвать волосы или что. Вот эта щетина мягкая, она, в общем, хорошо для волос. Я думаю, так. Для меня было обязательно, чтобы щетка крутилась и в одну сторону, и в другую. Для того, чтобы не менять руку, а, допустим, в одном направлении крутится. Если мне надо сзади, мне надо, чтобы она в другом направлении крутилась. И, в общем, я тут просто двумя кнопочками могу это все регулировать. Ну, давайте снимем полотенце и приступим, собственно, к укладке. Волос у меня сейчас еще влажный. Влажные волосы я сбрызгиваю вот этим маслом. Я хочу сказать, масла я разные пробовала, и 7 масел, и еще какие-то другие. Но вот это масло мне посоветовали девочки-продавцы. Ну, я брала в магнит косметики, я думаю, в других магазинах тоже оно есть. Это лореаль, как видите. И вот буквально два клика, раз, два. Я растираю и вот так вот наношу на волосы. И волосы, во-первых, они становятся... Они легко укладываются, но мне еще нравится, как они блестят. Они прям такой блеск приобретают. Сейчас при этом свете, может быть, и не так-то видно. Еще перед тем, как укладывать фен щеткой, нужно волосы немножечко подсушить, чтобы они только были не пересушенные, а слегка-слегка влажные, но и не мокрые, не влажные сильно. Пойду сейчас чуть-чуть феном подсушу. Ну, вот я подсушила волосы, чуть-чуть немножечко оставила влажными, немножко. И все. В общем, что мы решили с моим мастером. Последнее время, я когда пришла к ней стричься, последний раз, ей сказала, мне что-то не нравится, либо моя укладка, либо стрижка, что-то не нравится, что-то не так. Вы помните, что челку я наперед всегда зачесывала, но также стригла ее наперед. И мы решили с ней попробовать сделать ее на бок. Кстати, стрижка пиксель, пиксель, кажется, называется, да. Кто-то из моих подписчиков мне посоветовал стрижку пиксель. Я спросила у мастера, что это такое. Она говорит, ну, в принципе, это любая короткая стрижка, называется пиксель. Я говорю, а как называется моя стрижка? Она говорит, сейчас названий нету, просто вот стрижем, как скажет нам клиент, и все. И, в общем, поэтому постригли, как я сказала, в общем, примерно, говорю, так, так, так. Я сама не знаю, что я хочу на голове. Расчешу. Ну, я думаю, что челку, наверное, может быть, я немножко отпущу. И для этого ее нужно будет, конечно, укладывать на бок, чтобы она могла быть немножко длиннее. Здесь тоже немножко я собираюсь отпустить. Ну, в общем, не знаю, что будет, как будет. Как-нибудь будем уже смотреть по ходу пьесы. В общем, для того, чтобы сейчас мне феном, щеткой подсушиться, я вообще вот делаю как? Я вот эту вот часть, так как это у меня уже идет она на бок, просто соберу чуть-чуть и заколю, чтобы мне эта часть не мешала. Я ее просто потом уложу в последнюю очередь. Маленькой такой заколочкой мы ее заколем. А все остальные волосы я буду укладывать, в общем, вниз и вот эти вот чуть-чуть наперед. Она сказала, как будете укладывать волосы, вы смотрите, вот как вы хотите, чтобы они выглядели. И так их надо и сушить в том направлении. И тогда они будут ложиться сразу уже в том направлении, как надо. Ну, хорошо, будем делать так. В общем, не знаю я, что у меня получится, но будем сейчас смотреть вместе. Тут есть переключатель, который включает вентилятор и регулируется температура. Холодный воздух там или теплый воздух, или горячий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, что хочу сказать, волосы, которые немного подлиннее, укладываются хорошо. В общем, в том направлении, куда нужно, можно уложить. Фенщетка крутится медленно, поэтому волос лучше не оставлять влагу. Ну, как бы вот надо их высушить, но не до конца, чтобы они не были сильно влажными, потому что они будут дольше тогда сохнуть и дольше будут укладываться. Что касается вот коротких волос, которые сзади, ну, уже вот такой диаметр щетки туда не подходит, и они будут топорщиться. Поэтому, или мне нужно будет, наверное, волосы немножко отрастить, и потом уже укладывать фенщеткой. Либо фенщеткой укладывать те, которые подлиннее. А сзади просто не укладывать, а дать им самим высохнуть, и все. Может быть так. Ну, в общем, так, вроде я там все уложила, не вижу сзади, потом посмотрим. Теперь вот эту челку нужно уложить вбок. Но там я смотрю, что большой слой фенщетка не тянет особо. Поэтому я сейчас разделю как-то так на два части, на две части. Уже отвыкла, куда, в какую сторону крутится. Раньше, помню, это быстро мне получалось. Ну, что, в общем-то, в целом у меня получилось. Неплохо. Правда, у меня рука уже отвыкла. Нужно, что называется, руку набить. Когда уже несколько раз попользоваться, и тогда уже будешь понимать, куда это все направлять. В какую сторону, чтобы это все накручивалось, закручивалось. Ну, скажем, для первого раза, а для меня это сейчас как в первый раз, неплохо. Здесь накрутилось туда, куда мне надо. Здесь тоже легло, куда мне надо. Сзади я не вижу, но сзади на ощупь у меня ничего не топорщится. Это главное, что ничего не топорщится. Посмотрим. Посмотрите, что там сзади получилось. Вроде бы нормально, да? Сейчас я возьму зеркало, и большое зеркало посмотрю, что у меня получилось. Самой хочется уже глянуть. Ну что, я хочу сказать, мне нравится. В принципе, я удовлетворена. Для первого раза это нормально все. Можно там еще немножко подольше покрутить, чтобы более прямые волосы были. Но, в принципе, меня устраивает то, что сзади. В общем, нормально. И еще хочу сказать, вот когда я укладываю волосы, если они бывают там где-то там слишком топорщатся, или не так, в общем-то, не совсем правильно легли. И я люблю еще когда вот это вот зафиксировать, заострить вот эти вот кончики. Я для этого использую вот такой вот гель, профессионал Лонда. Я уже как-то вам показывала его. Его, в принципе, хватает надолго. У меня уже несколько лет, я уже не помню, сколько лет. И его нужно буквально вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть я взяла. Между пальчиками вот так вот его распределю. Вот, пальчики. И вот так вот кончики я их заостряю. Только по кончикам надо пройтись и все. И будет укладка у вас тогда лежать долго, и не будет торчать куда не нужно какие-то концы. В общем, вот таким вот образом. Ну вот у меня сейчас стрижка уже на ушке отросла немножко. И мне уже нравится больше, чем вот было, когда только подстригли. Но я буду ждать еще немножечко, чтобы отросло. Посмотрим, что это у меня из прически будет. Ну, в общем, как-то так. Нравится вам моя причесочка? Ну вот и все, девочки мои. Вот на этом и все. У кого волосы не слишком длинные, не слишком короткие, вот можете купить фен-щетку. Честно говоря, это удобная вещь, потому что, когда я накручиваю волосы на круглую расческу и феном, то мне одна рука уже занята феном, а на круглую расческу нужно поворачивать и кончики загинать, чтобы они не топорщились в нужном направлении. Вот фен-щетка, и она уже крутит, и уже можно просто рукой немножко там помочь, чтобы кончики, и все. Ну, может быть, кому-то это понравится, и пользуйтесь фен-щеткой. Вот мне уже нравится, уже хорошо. На этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok